Привет! Я посмотрел за вас 4 сезона сериала «Штамм». Вот у кого времени-то полно, вот кому нечем заняться. В общем, не за что меня благодарить. Чувствую, как вы ломанулись благодарить. Итак, «Штамм». Собственно, что-то говорить о режиссуре, сюжете, актерстве мне не очень хочется. Все такое довольно средненькое. Единственный интересный, необычный персонаж – это мальчик Заг, сын одного из главных героев фильма. Заг этого несчастного авторы таскают из серии в серию для оправдания всех глупостей и нелогичностей. Прямо представляю, как они убеждали режиссеров и продюсеров. Зачем он сделал эту фигню? Ну а что вы хотите? Он же мальчик, 10 лет. Он вполне может быть идиотом. Ну, в общем, это частность. О главном. Две мысли у меня накопились по этому поводу или вообще. Наверное, по этому поводу. Мысль первая. Странная какая-то аура у этого произведения. В общем, все довольно посредственно, предсказуемо, сомнительно со всех точек зрения. Сценарные, постановочные, актерские работы. Но при этом сериал обладает какой-то притягательной аурой. Серьезно. Что-то вот заставило же меня посмотреть все 40, я не знаю, сколько там серий. Довольно внушительный объем. Я ни в коем случае никого не агитирую. Можете посмотреть первую серию первого сезона и составить свое мнение. Я вам компетентно заявляю, что это самая сильная серия во всем сериале. И если уж она вам не понравится, то смотреть сериал нет никакого смысла. И вторая, не менее блистательная мысль. Дело в том, что сериал этот можно изучать как такой, знаете, эталон деградации. Не знаю, есть ли какие-нибудь ученые-деградонологи. Но если есть, то они просто обязаны заняться этим сериалом. Такого точного, равномерного сползания, наверное, не встретить во всей вселенной. Первая серия, как я уже сказал, почти эталонная. Но уже ко второй мы начинаем двигаться вниз. И как по лесенке идем, топ-топ от серии к серии. Третий сезон откровенно плохой. В четвертом авторы попытались перепрыгнуть эту черную полосу и резко усугубили ситуацию. Однако, что им удалось, так это остановить деградацию. Да, к сожалению, не больше. Ну, собственно, на этом все. Не смотрите сериал штамм, не тратьте время. Ну, разве что первую серию из любопытства. Правда, есть риск вляпаться. Но, с другой стороны, вляпайтесь, так вам и надо. Справедливости ради, если вы обожаете всякие зомбоапокалипсисы, то вам, возможно, и понравится. Я полистал форумы, поклонников у сериала достаточно. Все, отведенные мне режиссером блога фиг знает сколько минут закончились. И, как говорится, подписывайтесь на блог, жмите лайки, жмите лайки, лайки, жмите лайки, делайте репосты и помогайте слабым и обездоленным людям. Удачи вам, пока. Субтитры сделал DimaTorzok